Всем привет! Вы на канале Покашеваря, меня зовут Виталий и сегодня что-то вкусное. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень практичное блюдо, которого почему-то у меня еще нет до сих пор на канале, хотя я уже 6 лет снимаю рецепты, обзоры и всякое. Тевтельки с начинкой в красном соусе. Первое, что надо сделать, это добыть мясо. Я буду делать из курицы, я взял целую курицу и я возьму все, что захочу. Курицу я буду разделывать новыми ножами от Самура серии Альфа. Однослойные ножи, сделанные из стали АУС-10, максимально долго держат заточку. Их ручка выполнена таким образом, что она подстраивается под любую руку. Новая звезда от Самуры серии Альфа уже в продаже на сайте samura.ru. Все ссылки в описании, промокод Покашеварям, используйте, будет хорошо. Все, конечно же, зависит от количества тевтелей, которые вы хотите сделать. Соответственно, берем либо половину курицы, либо целую. Но обязательно использовать и бедрышки с голенями, и грудку. Кожу я снимаю. Нарезаем лук соломкой, а морковку натираем на крупной терке. 6-10 минут обжариваем овощи на растительном масле. Дважды, это значит, два раза пропускаем мясо и половину овощей через мясорубку. Фарш не забудем поперчить и посолить. И хорошенько его перемешаем. Мелко рубим зеленушку. У меня это укроп. Меленько нарежем ветчину. На мелкой терке натираем сыр. Перемешаем сыр и ветчину. Туда добавим немножко чего-то томатного. Например, кетчуп, чуть-чуть томатной пасты. Или протертые томаты, как в моем случае. Туда же добавим рубленую зелень. Добавим немножечко чеснока. Ну, пару зубчиков хотя бы. И все перемешаем. У нас теперь есть начинка и есть фарш. Надо сформировать тефтельки. Для этого делаем плоскую лепешку. Добавляем внутренненькую начинку. И закрепляем края. Форму смажем маслом. Тефтели будем запекать в духовке 10-12 минут при 180 градусах. Но это только начало. Помните, что у нас осталось половина овощей в сковородке. К этим овощам мы добавляем немного. Ну, 100 миллилитров водички или бульона, если у вас есть. Туда же отправляем томаты протертые. Для того, чтобы получить дополнительный аромат, вот в эту самую заливку можно добавить, например, лавровый листочек. Он вообще не будет лишним. И провариваем их вместе те же 10 минут, которые у нас в тефтельке стоят в духовке. И когда у нас прошло 10-12 минут, вот этой самой заливочкой заливаем тефтельки прямо в духовке и отправляем еще минут на 10. Вот так вот элементарно готовятся тефтели с начинкой в томатном соусе. Попробуйте, вам точно понравится. На гарнир можете сделать картошечку, пюрешечку, рис, гречку. Все, что угодно. Приятного аппетита! Приятного аппетита!